Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, и в гостях у меня сегодня представитель одной из известных, причем не только и не столько на кировском рынке, компаний, Юрий Тывкин. Юрий, добрый день. Добрый день. Компания называется «Страна карты». Все верно. Вот сразу начну. Почему? Ну, исторически так сложилось. Сейчас уже, конечно, это не совсем, наверное, актуально и не полностью отражает весь спектр продукции. Прямо как в том анекдоте, да? Есть такой, который производит наша компания. Ну, изначально мы занимались пластиковыми картами для лояльности. Я помню, это же было небольшое производство. Ну, все как положено. Струйный принтер. Да, 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 все верно. Поэтому «Страна карт» в то время казалось, что это вот… Это тот период бесконтных карт, когда… Да, да, да. Казалось, что это навсегда, надолго. И, в общем, всегда мы будем заниматься полиграфией. Ну, условно, по пластику, но все равно это печать. Поэтому «Страна карт». Сколько лет назад? Ну, это был 2011 год. Десять? Да, практически. Чуть больше уже. С ноля? Ну, нет. Не то, чтобы совсем с ноля был фастпринт сейчас, который существует. Жив-здоров, слава богу, развивается. Ну, на Кировском рынке, естественно, только полиграфия. Поэтому делали уже на базе чего-то существующего. Сколько времени занял вот этот период расцвета по пластиковым картам? И когда он закончился? На самое веселое время. Ну, буквально, наверное, года три. Ну, то есть, получается, с 2014 года уже пошел спар. С 2014-2015 год уже начался небольшой слом. Особенно кризис же, помните, да, когда валюта вся ушла. Ну, вот как сейчас, но было на самом деле пожестче. Вся валюта ушла вверх. Все материалы выросли, цены куда-то убежали. В общем, а мы остались с тем, что вот клиенты не хотят платить дорого, поставщики не хотят продавать дешево. Вилка. Да. И вот это тоже было весело. Ну, вот мы прошли, и, пожалуй, как раз в это время, ну, как обычно, кризис же у нас. Когда все хорошо, ты же вообще расслабляешься сразу же. Вот лично я точно расслабляюсь, сразу же дронусь. Все, у меня все хорошо, я поехал куда-нибудь путешествовать, и мне очень неинтересно. А когда, в общем, тут это, со всех сторон начинаются проблемы, то тогда начинаешь очень быстро думать головой и что-то делать. Поэтому вот, наверное, с 15-го года мы плотненько занялись уже, ну, тяжело, конечно же, все шло, но уже так. Вот когда с RFID-продукцией, ну, и... А вот давайте поподробнее там. В эфире аббревиатура звучит сложно, развлечимая. Да, часто, но непонятно. Это радиочастотная идентификация, достаточно простая вещь, идея достаточно простая, но она нас окружает. Да, то есть вот те же, например, карты проезда в общественном транспорте, да, те же браслеты в фитнес-клуб, к которым мы ходим. А те же брелки и ключи для домофонов, то есть вот это вот все, но огромное количество... Радиометки. Да, это радиометки по факту. А как вышли на них? То есть пластиковые карты на радиометке, все-таки одно дело полиграфия, другое дело, ну, как бы микроэлектроника, что называется. Да, поэтому и сложно, потому что тут такой сплав получился, надо и инженеров, надо и программистов, надо и, в общем, опытных каких-то людей. Ну, начали учиться, но мы смотрим ведь на рынок, что происходит, соответственно, те, кто занимались тоже лояльностью, куда они пошли, ну, и мы тоже пошли. И куда они пошли? Ну, все пошли в как раз, особенно, кто может, но на самом деле таких немного, как я, раз пошли в электронику, пошли вот в какие-то вещи, где добавленная стоимость высокая, то есть очень же неинтересно. Почему полиграфия неинтересна, да? Потому что очень низкая добавочная стоимость. Большая конкуренция? Очень большая конкуренция, да, и, то есть пачкать бумагу может любой, опять же. Какая ключевая проблема любого бизнеса, да, то есть если ты влазишь, ну, автомойка возьмем, да, ну, любой же может открыть автомойку, поэтому там не будет нормальных денег. Там будет большая конкуренция, там будут постоянные проблемы. Ну, слушай, с нашей погодой и с состоянием улиц, лишь бы повезло с погодой. Да, в этом летнем, кстати, не везло с погодой, не везло. Я вот, например, пару раз, наверное, помылся в этом. Понятно, ну, а почему радиометки всегда нужны? Ну, а как идентифицировать людей, например, да, сейчас понятно, что лиц... Давайте, вот, я прошу прощения, что перебиваю, просто чтобы слушателям было понятно, то есть все-таки основные сферы применения, то есть о чем мы говорим? Ну, пропуска, например, в офис, да, возьмем, транспортные карты возьмем, возьмем фитнес-индустрию большую, вот, пожалуйста, даже банальные вещи, которые... Вот возьмем домофоны. То есть понятно, что лица, да, и мы тоже сейчас занимаемся этими, но мы же не будем по лицам, например, идентифицировать людей в фитнес-клубе. Ну, мы же там не всегда ходим полностью одеты, я бы не хотел, чтобы стояла камера в шкафчике, не знаю, как вы. Ну, да, тут уже моменты приватности появляются. Да, ну и, соответственно, я, например, очень так к лицам отношусь, ну, с опаской, потому что, да, если у тебя украли твое лицо, как это, прям как в фильме, да, звучит, то очень сложно это восстановить, потому что ты его не можешь поменять, то есть карточку ты можешь поменять легко, то есть офис-индустрию потеряла, потеряла, взяли в базе данных, перебили новый номер, правда, и новую карточку тебе выдали, ноль проблем, а вот с лицом возникают трудности. Слушайте, вот сейчас же на государственном уровне, мы немножко так сейчас свернем, да, но на государственном уровне там распространяется программа биоидентификации, да, биометрии, но идет не очень, совсем не очень, несмотря на то, что ЦБ поставил задачу банкам оцифровать там, да, клиентов. С этим связано? Ну, вообще, нет, вообще психологический момент, вот, смотрите, есть же история еще, там, раз уж в современные технологии погружаемся, история связанная с распространением видеосвязи, да, вот, казалось бы, уже там и технологии позволяют, 4G, там, Wi-Fi, все можно, как бы, но ведь все равно видеозвонки не так распространены, и каждый из нас там, имея возможность его совершить, ну, как бы, делает это крайне редко. Да, не только психология, но я так понимаю, что все-таки люди опасаются и правильно делают с моей точки зрения, но опять я высказываю исключительно свою личную точку зрения, надо понимать, а может быть, со мной поспорят, там, например, Сбербанк специалисты, но весь мой опыт показывает, что не бывает невзламываемых серверов, не бывает какой-то IT-структуры без возможности утечки информации, как бы не защищай, оно все равно куда-нибудь уплывет, и если уплывает вот такая очень чувствительная информация, да, прямо критически важная для тебя, то есть ты не можешь поменять лицо, еще раз говорю, если у тебя, там, потерял карточку или украли карточку, это на ноль проблем, ты идешь в банк, и через, там, сутки, да, у тебя возникает новый какой-то идентификатор, который ты можешь использовать абсолютно безбоязненно, если утекает информация с твоим лицом, мне тут задавали красные выставки, вот мы были в Казахстане, говорят, ребят, а вот если я надену маску, я говорю, ну, в принципе, как вот вы определяете лицо, да, там, глаза моргать, но ведь по большому счету можно сделать такую маску, мы вот эксперимент проведем как-нибудь на самом деле, то есть ты можешь моргать глазами, а она будет температурой тела, да, и другое лицо, то есть по факту-то можно, и что с этим делать? То есть получается это проще подделать, чем, ну, относительно проще, там, чем некий электронный носитель. Да, потому что носители защищены достаточно серьезно, там, криптоключи, там, а есть шифрование, и, в общем, его подделать не очень, нетривиальная задача, естественно, если он правильно сделан, и нормальные чипы стоят, они самые недорогие, то есть тут уже от человека зависит от заказчика. А вот с лицом, я лично опасаюсь, и вот вся моя практика говорит, что тут, в общем, могут быть проблемы. Слушайте, неожиданный взгляд на ситуацию, вот, собственно говоря, почему я люблю приглашать в студию профессионалов, потому что вот так и хочется изнутри, собственно говоря, там, ситуацию понять. Ну, вернемся, вот, мы так перепрыгнули там дальше, что называется, вернемся в тот самый, там, 15-й год, когда обратили внимание на, там, новое, вот это направление. Как оценивали рынок? Как, ведь начинали, наверное, опять же, там, с самых простых вещей, а сейчас, там, опять же, забегая вперед, знаю, что пришли к достаточно серьезным, там, собственным разработкам. Каким образом это шло? Ну, вообще, у нас принцип очень простой. Если нам не дают, то мы пытаемся обязательно забрать. Вот, и, например, те же браслеты мы делаем только из-за того, что нам отказались их продавать. У нас был производитель в России, крупный производитель, вот, или силиконовые браслеты, которые используются в фитнесах, используются в школах. На самом деле, вот, большой проект московенок есть. Мы им делаем департаменты информационных технологий города Москвы. Вот, школы, как раз, дети, вот, они проходят через турникеты, там, силиконовый браслет с чипом. Вы здесь кировская компания. Да, мы сертифицировались, и, соответственно, вот, мы достаточно много поставляем к школам всем. И в один прекрасный момент, так как, ну, бизнес делается. Ты смотришь, что твои клиенты, например, да, или какие-то запросы поступают, что такой товар нужен, такая продукция нужна. Ну, вот, мы начали искать, с кем можно поработать, что-либо, чтобы продавать. Потому что, все-таки, производство, оно кажется легкое, но, на самом деле, это очень нелегкая вещь. И любая элементарная, там, какая-то мелочь, она может занимать месяц, а то и годы, чтобы освоить ее технологически. Ну, и нам сказали, что мы с вами работать не будем, вот, вы нам не нравитесь, наши, там, зеленоградские коллеги, и все. И мы так посмотрели друг на друга и решили, а, собственно говоря, ну, и ладно, ну, значит, мы сами будем делать. Ну, и все, и год, вот, мы отлаживали технологии. Потом, когда мы встречались на выставке с нашими конкурентами из Москвы, которые уже все, как-то умерли тихонечко, то есть, фактически, мы сейчас являемся единственными такими крупными производителями, и, гадам, мы думали, что вы не сможете сделать, потому что, вроде, вот, с первого взгляда это очень простой продукт, а там сплав химии, электроники, программирование, металлообработки. То есть, тяжелых условий эксплуатации, да. Да, то есть, та же металлообработка, это вот такая нетривиальная, значит, обработки пластмасс, то есть, вот это вот простейшее изделие требует достаточно много вложений, достаточно много интеллектуальных вложений, материальных вложений. Поэтому, мы не верили, что вы сделаете, ну, в общем, мы как-то не боимся. А вы верили? Да, а нам. Слушайте, ну, а как, вот бытует мнение, что в Кирове, ну, достаточно там сложно что-то начинать, нет у нас там ни специалистов, ни людей, как бы, ну, там, и вот что про это думаете? Как сказал один умный человек, в любой сложной ситуации не нужно отчаиваться, а нужно что-нибудь срочно предпринять. Поэтому есть специалисты, вопрос ведь, как денег обычно, да, вопрос условий, вопрос команды, огромное количество вопросов, но вот мы, например, столкнулись когда с проблемами, там, с распознаванием, мы пошли у нас даже в политех, то есть, у нас есть неплохой научный потенциал, извините, не политех, я, наверное... Да, я как-то... По старинке, но всегда. Да, и, соответственно, нормально, мы начали сотрудничать, и вот по науке нам помогает политех, например, да, мы нашли специалистов в других городах, ну, в общем, если есть задача, ее нужно решать. То есть, конечно же, проще всего сказать, что ничего не получится, и все, поэтому я ничего делать не буду, ну, да, ну, тогда и не получится, собственно. Насколько большая компания сейчас, вот, по тем данным, которые можете раскрыть? Персонал, обороны? Не очень, не большая, на самом деле, у нас компания, и так, мы, в общем, так, еще в начале среднего бизнеса, поэтому, ну, то есть, у нас же несколько направлений, и мы... Какие еще? Ну, собственно говоря, сейчас осталось производство пластиковых карт, брелки у нас, мы хорошо освоили вот эти, как раз, домофонные брелки, вот, мы плотно ими занимаемся, ну, и вот, например, опять же, да, по поводу того, что в Кирове нельзя... где мы, например, сейчас запустили полтора года, вот, как у нас, например, есть подразделение по производству обуви. Обуви? Обуви. Тоже с радиометками, тоже отслеживать? Нет, обычные обуви, на самом деле, как... Никто не поверит, что вы туда не заложили. Ну, все, все в будущем возможно, на самом деле, да, и мы занимаемся достаточно плотно, и обороты уже очень неплохие, да, по меркам Кирова, и даже не по меркам Кирова, и потенциал роста огромный. То есть мы вот поставляем тоже... Ну, обувь какая-то бытовая, обычная? Да, обычная обувь, то есть пошив обувь, просто правильно взяли из-за дела, наверное, и как-то мы растем, и... У нас там есть в Кирове еще такие производства, и мы смотрим. Просто можно заниматься, мне кажется, достаточно любой вещью, если ты подходишь с какими-то базовыми правильными понятиями, то у тебя все должно получиться. Ну, хорошо, вот что, на ваш взгляд, должно быть у человека для того, чтобы он мог успешно заниматься бизнесом, вот как у личности? Ну, это такой очень философский вопрос, да, наверное. У нас есть время. Мне кажется, да, мне кажется, просто надо не бояться, и все. То есть больше... Обычно страх нас всегда сдерживает, знаете, как... Самоограничение. Да, кто-нибудь попытался когда-нибудь пройти по доске, лежащей на земле, да, и на доске, которая висит на 15 метрах. Вот на земле все пройдут. Хорошо. Рынк избыта. Кировская область, другие регионы. Экспорт. Да, вот как раз, собственно говоря, страна карты получилась, из-за того, что по полиграфии мы уперлись в рынке сбыта. То есть в Кирове денег нет. Ну, по факту денег нет. До сих пор. Ну, я не вижу в Кирове деньги, честно. То есть, понятно, что у кого-то они есть, но там другими способами их, наверное, добывают люди. В общем, это не про меня. С карты очень легко, даже не экспортировать, наверное, экспортировать смысла нет, а вот экспортировать в другие регионы, скажем так. То есть понятный продукт, понятные продажи, поэтому ничего сложного нет. Звонишь. То есть мы всегда активными продажами, на самом деле, занимались и занимаемся. Сейчас вот пытаемся осваивать уже маркетинг такой в базовом его понимании, как раз, чтобы были входящие лиды, входящие звонки. Сложно дается, но мы, я думаю, освоим эту науку. Ну, вот мы всегда активно, то есть не сидели на берегу и не ждали, пока к нам придет клиент. Мы его искали сами и заставляли его приходить. Поэтому вот оно и так и получилось. Без этого мы бы не вышли на другие регионы, потому что надо звонить. И это на самом-то самый недорогой способ продвижения, как мне кажется. Ну, какая география сейчас? Сейчас география у нас поставки продукции вся Россия, СНГ и вот Европа. Европа? Да, как раз вот мы посоветовала кто-то нам, или даже не посоветовала. Кстати, по поводу активных продаж, по-моему, мне позвонили девчонки из Центра экспорта, как у нас он называется, да, который мой бизнес-центр продвижения экспорта. Отличные девчонки. Они нам очень сильно, на самом деле, помогли. Опять же, да, если ты что-то делаешь, тут тихонечко у тебя и появляются разные возможности. То есть вокруг тебя появляются люди, которые тебе помогают всегда. И по экспорту они нам помогли. То есть мы сертифицировались в Европе прямо нашу продукцию, мы сертифицировали по СЕ. Вот, мы можем поставлять любую... Что поставляете? Поставляем браслеты в основном. Для фитнеса вот это? Да, фитнесы. То есть в Европе огромные сети фитнесов, там по тысяче фитнесов. Конкурентно проходите по цене? Да, ну, Китай, конечно, мешает, так же, как и в России, но всегда можно договориться, потому что все-таки Китай, он не очень качественный, как бы про него ни говорили. А если он качественный, то цена у него соответствующая. И поэтому мы вполне проходим по ценам. А намного приятнее работать все-таки в Европе, даже с Россией, потому что мы более предсказуемые. Нам логистическое плечо намного ближе получается, она короткая, но недорогое такое. Санкционные ограничения сказались как-то? Ну, вот с Украиной разве что, то есть туда мы не можем ничего поставлять, они хотят, но... Понятно. Слушайте, ну вот к теме производства, насколько сейчас продукция, которую вы выпускаете, в общем объеме, насколько в ней доля собственного производства и приобретенных комплектующих, так скажем? Ну, мы, наверное, такая образцовая, там, показательная компания, в смысле, потому что мы закупаем только сырье. Ну, то есть, что такое, да, вот по идее, как Китай живет, то есть, откуда деньги берутся, как, наверное, не Китай, наверное, даже Европа, там, Япония, да, считай. То есть, они закупают сырье, его перерабатывают и продают уже с высокой долей добавочной стоимости. Мы занимаемся абсолютно этим же. Мы покупаем только сырье, ну, соответственно, там, чип в сам кристалл, да, там, какие-то пластики, вот, силиконы, то есть, причем силиконы в таком базовом виде, сами замешаны, то есть, сами вулаконизируют, у нас все свое, то есть, прямо вот мы здесь в Кирове это делаем, там, антенны делаем, нам одно стоять, линии специальные, то есть, мы это все покупали и ставили, и настраивали. Ну, вдоль это, ну, процентовка? А, вдоль, ну, как материал, ну, приличная себестоимость, все равно материал-то получается, то есть, силиконы дешевые, ну, я думаю, что, там, процентов, наверное, может, 30. Ну, это базовый передел, да, то есть, весь, весь, весь вся маржа верхняя, она у вас остается? Да, вся маржа интеллектуальная, вся маржа, вот, именно, производственная остается у нас, конечно. Хорошо. С картами в свое время уперлись в рынок сбыта, в потерю спроса. Что сейчас прогнозируете с тем продуктом, который есть у вас? Куда идет технология? Технология идет, не очень понятно пока куда, но какие-то основные тенденции есть. Да, биометрия пошла, ну, опять же, вот, с проблемами, которые я рассказал, но, опять, мы тут подсмотрели у наших коллег интересные очень идеи, пытались купить датчики, не буду там рассказывать подробности, пытались купить датчики Европы, Европа сказала, что мы вам не продадим, потому что санкции – это двойное назначение. Поэтому мы, значит, подумали. Датчики чего? Идентификации, скажем так. Ну, какой, визуальный? Ну, не то, чтобы я не буду распространять, то есть, именно, чтобы у человека взять некую индивидуализацию, да, там, нелит. Вот, ну и все, и как бы, то есть, мы не продадим. Поэтому мы озадачились разработкой собственных. Ну, я думаю, что в следующем году, скорее всего, мы покажем уже новый наш продукт интересный. Поэтому мы пошли туда, в идентификацию, мы пошли в разработку электроники. Ну, вот у нас целая линейка электроники выходит в этом году тоже. Мы уже ее продаем, ну, так, немножко подпольно. Вроде говорят, мы еще не это делали. Они говорят, нам наплевать, дайте. Бытовой? Нет, именно специализированный, да, как раз для системы контроля управления доступом. Достаточно интересный рынок, растущий, потому что сейчас управление доступом – это прям вот все хотят. Туда не ходи, сюда не ходи. Значит, во сколько ты пришел на работу, во сколько ушел, где ходил. И вот как раз по камерам мы тоже можем все отслеживать. Такие решения предлагаем, и они довольно востребованы. Вот, сделали, значит, номера распознавания тоже, слежение за сталтранспортом. Вот у нас все оборудование оборудовано шлагбаумом, и мы оборудуем распознаванием два ворота, пожалуйста, все вещи. Очень интересно, на самом деле, вот мы в Казахстане были, прям дилеры появились, продают. Ну, нравится, мне самому очень нравится. Вот просто очень нравится. Драйвит? Комфорт добавляет. Я вообще люблю это дело. То есть ты приезжаешь на работу, перед тобой сам открывается шлагбаум, тебе не нужно в судорожной искать где-то в бардачке этот брелок. Частный, да, или там звонить кто-то, вот кто как там извращается. Ты идешь, значит, к двери подходишь, у тебя камера стоит, у тебя открывается дверь, не надо искать опять эту карточку, куда-то ее прикладывать, где-то ее, значит, забывать дома, как это периодически бывает. То есть все-таки вот мы туда пытаемся уйти, потому что нам самим это очень нравится. Слушайте, ну, Орвелл предсказывал, что это когда там, в 84-м году у нас Большого Брата-то, дойдет до такого-то все-то? Да, я думаю, уже дошло, вот мы сейчас с вами сидим, да, у нас там по телефону, ну, в общем... Мы вещаем не только в эфир, но и... Да, и вот эти вакцинации, да, там 5G-чип, зачем чип, друзья? Ну, у вас чип всегда с собой, да, в вашем телефоне есть все, что нужно знать о вас. Слушайте, ну, это вот, опять же там, философски, это как бы неизбежность. Для чего мы это делаем? Понятно, что это добавляет нам комфорта, но, с другой стороны, это ограничивает там ту же самую приватность. Вот психологически ведь все равно компании, которые этим занимаются, должны это учитывать, да. То есть одно дело, когда вы, ну, имеете дело с работодателем, который в принудительном порядке, да, но когда это будет совсем массовое распространение, это все равно, ну, вот как с видеозвонками, все равно в какой-то момент это столкнется с психологией человека. Куда пойдет тогда все? Или это вот будем посмотреть, что называется? Да нет, это вообще... Или это в принудительном порядке будет? Да не будет с принудительным. Люди сами с удовольствием отдадут свою свободу за комфорт. То есть это ведь не новость, это всегда таки было. Никогда не было того, чтобы человек сказал, что я не хочу комфорта, дайте мне свободу. Ну, отдельная личность, конечно же, есть, мы не берем. А так это всегда было. И для чего весь научно-технический прогресс, если мы так посмотрим, он исключительно для того, чтобы сделать комфорт человеку. То есть, да, и у нас куча сейчас идентификаторов различных, потому что мы тот же телефон возьмем. Ну, без него все уже никуда. То есть все готовы, люди уже готовы поменять вообще все на этот телефон. Да, вот я смотрю, им не надо особо там какие-то там квартиры даже. Он вот на своей койке там где-то в общаге лежит, но зато у него крутой смартфон, и там, значит, крутятся ролики. Все, то есть человек хлеба немножко есть, а, собственно говоря, зрелища ему недорогие дают. И, опять же, да, откуда там проблемы с работниками, работодателем? Не хотят люди работать даже вроде за деньги. Ну, потому что зачем? Вот смотрите, опять же, там, да, ну, такой не философский, а, наверное, такой риторический, может быть, вопрос, но постараемся его обсудить. Вот вы, с одной стороны, работаете в высокотехнологичной сфере, да, и вам, соответственно, нужны люди, которые высокообразованы, хорошо разбираются, динамично причем разбираются в этом всем. С другой стороны, все, что вы производите, ну, скажем так, предназначено для обслуживания человеческой лени. Да, так утрировано, да, это ведь тоже там двигатель прогресса. И что в итоге мы получаем? Ну, получается, что, с одной стороны, нам нужен развитой человек, но мы даем ему все для того, чтобы он, как бы, развивался меньше. Вот как это, перекресток этот, проходить-то будем? Я не вижу противоречий. А кто сказал, что развитой человек не может быть ленивым? И, опять же, с моей точки зрения, чем более ленивый человек, тем более он сообразительный. То есть, я считаю, что самый ленивый человек придумал, экскаватор, потому что я слегка устал махать этой лопатой своей, да? Ну, то есть, все-таки будем развивать прогресс для того, чтобы самим не деградировать. Ну, да, опять же, какие-то вещи становятся сложнее, да, и нам требуется дальше идти. Понятно, что это не все, но, опять же, ну, не все мы... Люди все же разные. То есть, есть люди, которым не надо. Есть люди, которые хотят работать, там, 8 часов в сутки, и не трогайте меня. Есть люди, которые работают круглосуточно, потому что им это нравится. Ну, люди же абсолютно разные. Хорошо. Спрошу про комфорт, о котором мы говорили. Но комфорт с точки зрения ведения бизнеса. Кировская область, регион, ну, опять же, да, там... На самом деле, знаю массу историй про предприятия, которые мы, на самом деле, ну, практически не знаем. Они расположены здесь, у нас в регионе, и работают и на всю Россию, и на экспорт, и работают очень успешно. Но вот как-то мало мы про них знаем, для того, чтобы, ну, в обобщенной картине видеть, что, в общем, как бы в регионе большой там потенциал и большие возможности. Вам насколько комфортно здесь, в Кировской области, и дальше какие планы? Нет, там, не переманивают ли? Знаю про многие предприятия, что прямо послы из других регионов и особых экономических зон приезжают, все обещают, золотые горы, только перебирайтесь. Как вот здесь? Переманивают. И с моей точки зрения делают очень правильно, потому что, как бы не было печально говорить, то есть Киров абсолютно не дружелюбен к бизнесу. То есть у нас сейчас вот руководитель налоговый, я не знаком, к сожалению, с ним, наверное, как-то все-таки надо будет познакомиться, потому что есть вопросы. А до этого что было? То есть мы видели, да, исход бизнеса в другие регионы, но ведь нет хорошей жизни. Потому что предлагают отличные условия, предлагают гранты, предлагают налогообложение льготное. А у нас, в общем, есть выжить только последнюю каплю крови из бизнеса наши налоговые хочут. А дальше им вообще без разницы. То, что в следующем году еще денег меньше будет, потому что эти убегут. Мне вот тут у меня не складывается логика абсолютно причем, да. То есть вы почему считаете, что если в этом году соберете план, сделаете, может быть, там, любыми средствами, да, в следующем-то году куда деньги возьмутся? Понятно, что в следующем году, наверное, этот сотрудник под налогой просто уволится, ему откровенно наплевать, что было дальше. Но это ведь все-таки, наверное, от руководства зависит, как это поставлены задачи, если поставлены задачи выжать максимум, потому что мне сказали из федерального центра, да, собрать или там откуда-нибудь из серого дома. Ну, хорошо, но ведь эта игра очень быстро заканчивается. То есть каждым годом денег становится меньше и меньше и меньше. А по идее, малое предприятие, да, они же оставляют здесь деньги. Это НДСники, они загоняют в федеральный центр. Вот это то, что мелкие предприятия, мы по своей компании знаем, там, по шиву обуви. Ну, то есть многое докапывается до такого, что уже, ну, ребят, как бы зачем? Вот предприятие растет, да, оно работает полностью в правовом поле. Нет никаких, нет, надо все равно докопаться, надо все равно попытаться выжать еще какие-то деньги, да, начислить что-то. Ну, то есть я думаю, что в Кирове проблема вот эта. И проблема вторая, что нет какого-то человека активного, да, наверное, ну, все же делают люди, и бизнес, и политику, и все. Кому это было бы надо? Что именно? Вот вопрос, что именно, самый хороший вопрос, да, потому что вот я смотрю, конечно, на госслужащих, то есть человек там за 70 тысяч рублей, за 80 тысяч рублей, за 100, сколько вот они зарабатывают? Ну, там в зависимости от должности. Ну, хорошо, 100, наверное, даже тысяч рублей, да? Ну, есть и такие. То есть там куча ответственности, тебя, в общем, постоянно донимают, тебя что-то требуют, ты должен еще, ну, то есть ты приходишь в бизнес, тебе эти 100 тысяч дадут сразу же, а еще скорее даже не 100. И вот отвечая на ваш вопрос, да, а зачем? Ну, то есть это либо должен быть человек, либо этот человек должен, пришедший зарабатывать деньги какими-то способами, которые мы знаем много, да, у нас на случаев... На слуху, на слуху. Да, на слуху. Либо это должен быть фанат, то есть, да, какой-то тоже, ну, вот я считаю, что все-таки надо выстраивать структуру какую-то. Опять же, меня готов, например, я выстраиваю эту структуру? Наверное, нет. Ну, потому что мне это точно не надо. Слишком много... У каждого свое предусмотрено. Да, проблем и слишком малый выхлоп. То есть кто-то должен этим заняться, опять же, наверное, профессионально. Хорошо. Но уйдете искироваться? Ну, всяко может быть. На самом деле, не хотелось бы. Я сформулирую, наверное, свой ответ так. Мне бы не хотелось. Но если наша налоговая будет дальше вести себя именно так, то, наверное, уйдут все. Ну, тогда продолжим после рекламы. Это программа «Разговор по делу». В гостях у меня Юрий Терекин, страна-компания «Страна карт». Небольшая реклама, и мы вернемся. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня сегодня замечательный гость Юра Терекин, компания «Страна карт». Мы поговорили про бизнес. У нас интересные выводы. Закончили мы на том, что уходить из региона не хотелось бы. И если условия будут соблюдены, то, собственно говоря, этого не произойдет. На что я очень надеюсь, потому что такие компании действительно составляют гордость региона. Наряду с крупной промышленностью, но она нам в значительной степени досталась в наследство, компании, которые, что называется, self-made, сами себя создали, люди, которые этого добились. Но моя практика и в повседневной жизни, и в рамках этой программы показывает, что у таких людей их дело или их интересы одним бизнесом не ограничиваются. Всегда есть что-то еще. Это люди, которые, в хорошем смысле слова, не поседы, им всегда хочется себя применить в разных сферах. Мы когда разговаривали об участии в программе, Юра, вы сказали, что в качестве увлечения путешествия и подраться. Все верно. Вот у нас до окончания программы есть 8 минут пополам. 4 минуты про путешествия, 4 про подраться. Что за увлечения такие? Ну, мне кажется, любой человек любит путешествовать, потому что мне сидеть, конечно, особенно последние вот эти вот два года, наверное, у нас это тяжело. И сегодня вот пришло, например, сообщение, что даже Соединенные Штаты Америки прекратили пускать нас из-за того, что спутник не сертифицирован. Хотя до этого, буквально вот месяц назад я вернулся из Штатов, никаких проблем вообще не было. Вот так. То есть, соответственно, сейчас остался у нас, да ничего у нас не осталось, наверное. То есть Дубай, пустыня, да, там Турция, Египет, ну что, то есть вот, и Россия. Россия, конечно же, интересна. Попутешествовали и по России, но все-таки, все-таки хочется дальних путешествий, других эмоций. Сколько стран уже? Я, нет, во-первых, не считаю, во-вторых, не гонюсь за странами, потому что мне очень нравятся некоторые места в мире. Ну вот, и я могу туда вот возвращаться. Возвращаться и возвращаться. Да, и вот иногда даже, ну зачем? То есть, что, 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 что же тебе еще-то надо? Определенные. То есть, вот на запад, да, мы в Литая. Мне очень нравятся, конечно, и Штаты, огромная страна, очень интересная. Другие люди абсолютно. То есть, мне очень нравятся, конечно, особенно эти small talk, вот, когда там сидишь с ним в баре, и, в общем, там, конечно, все, отвал башки, просто периодически они жгут. Какие-то вот такие, ну, очень интересные, конечно. Просто другое, совсем другое все. Та же Европа, наверное, немножко. Ну, то есть, вот Италия, это прям мне зашла, и я там, каждый выходной, там, пару раз в месяц летали просто вот, там, попить вина, сброситься маленько. Когда хорошие-то времена наши были. Были-были такие времена, да. Да, ну, я надеюсь, что они все-таки вернутся, вот, и... Ну, вот, кстати, в Казахстан тут съездил. Никогда не думал, что я поеду в Казахстан. Вот, никогда. Вот, 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 просто. Я не люблю Азию, я был в Китае, да, но, вот, никогда не думал. Ну, мне понравилось. Слушайте, ну, я, поделюсь, я был в Казахстане, в Алма-Ате, в Астане, в Азербайджане был, в Баку прекрасный город, рекомендую, так что... Хорошо, а вторая часть увлечений – подраться. Это что там, это... Ну, это некий, наверное... Ну, опять, я считаю, что любой, наверное, мужчина должен уметь и любить... Любить или уметь, всё-таки. И любить и уметь, а почему нет? То есть, во-первых, ты должен всегда понимать, что ты можешь получить по лицу, да, и очень... И понимать, как ты это можешь сделать. Это как-то немножко... И опять же, когда ты понимаешь, что такие последствия могут быть, да, потому что ты там кому-то, кого-то ударил, например, да, ну, уже не так хочется какие-то бытовые конфликты решать с помощью кулаков. Особенно у нас вот на дороге, мне, конечно, умиляет люди. Вот они доказывают, что-то кому-то едут, да, откуда конфликты, вот, то есть, сколько мы видим, там, кто-то выбежал из машины, давай кулаками махать. Ну, я считаю, что доказывать, наверное, не на дороге, доказывать можно на работе, например, да, в спорте, там, не знаю, с женой, еще с кем-то, ну, мне, конечно, это слегка дико, а особенно ты же не знаешь, кто вылезет из машины, то есть тебе вот просто, ну, нанесут тяжелое повреждение. Ну, зачем? А так, конечно же, во-первых, это спорт, нужно поддерживать... Какие именно? Единоборство, я так понимаю. Да, бокс, кикбоксинг, то есть, классика, ничего нового, в общем, нету. В любом случае, надо поддерживать форму. Плюс у меня еще тяжелое, значит, окружение, все, значит, наши топ-менеджеры, да, конечно. И с ними по-другому никак. Все ВДВ, спецназ, ГРУ и все остальное, то есть, они еще спокойно мне жить точно тоже не дают. Слушайте, у вас подбор после этого, понятно, что вы живете по принципу, если нам не дают, возьмем сами. Ну, вот, так скажу. Я знаю, что в новом офисе даже спортзал запланируется. Да, мы усиленно пытаемся его доделать, конечно. Ну, я считаю, что в любом случае человек начинает лучше думать, если он занимается каким-то спортом, потому что он заплывает там уже... Даже айтишники, вот, вы знаете, что нас они уже очень давно ждут, что, ребята, когда уже мы запустим, ну, мы так по-хорошему для себя делаем, не очень большой, но вот такой многофункциональный. Прямо очень большое желание у всех есть, и я считаю, это очень здорово, когда можно не терять времени, не ехать, QR-коды не показывать, наверное. Ну, потому что на входе идентификация по лицу. Да, и по температуре, между прочим, тоже. Поэтому, да, мы там все-таки стараемся, чтобы мы быть спортивной компанией, и как-то... Опять же, спортсмены все-таки, люди, нацелены на результат, в первую очередь, и... Слушайте, ну, и вот у нас буквально две минуты осталось, и я не зря заговорил про спортзал, потому что в том числе там хороший пример деятельности вашей компании, ваших личных решений, это, ну, вот там, офис в центре города, здание, которое многие годы в непонятно каком состоянии находилось, там, да, переходило как-то все это, и вы его там взяли и привели в порядок. Здание на улице... Степана Халтурина. Пятинская. Пятинская. Ныне, да, бывший Вятинвестфонд, насколько я помню, 9-й канал в свое время там, да, и действительно, ну, здание уже там постепенно разрушалось, взяли, привели в порядок. Личное было решение, как к этому пришли? Ну, хочется, ну, слишком... Вот, опять же, Киров, он чем отличаться в последнее время стал, мне очень понравится, достаточно комфортно, стали все это ремонтировать, подсветочку делать, и мы, в общем, тоже не хотим отстывать, потому что другие города так нет. Вот, например, тоже Самара, Нижний, там, они, без обид, но они не очень, то есть, мне нравятся. То есть, Киров все-таки лучше. Ну, и мы, соответственно, решили привести здание в чувство, мы полностью его реконструировали, и внутри сделали хороший ремонт, снаружи кирпичом они делали. Ну, как-то вот хочется, чтобы был город Киров красивый. И, собственно говоря, только из-за этого. Опять же, это наше здание, мы там... На работе находишься намного больше времени, чем где-то еще. Поэтому, ну, зачем? На этом деньги, не знаю, покупать себе Мерседесы, да, и в кабинете ободранном сидеть, и чтобы у тебя сотрудники тоже, да, вот, там, запинались за какие-нибудь провода. Ну, я считаю, это не совсем правильно. Поэтому, ну, так живем. Понятно. Ну, вот, не зря спросил я об этом. Не просто так. Мне было интересно, я думаю, нашим радиослушателям ваше отношение, собственно говоря, к тому, что вы делаете. Блиц в завершение, короткий. Три ваших принципа по отношению к сотрудникам. Помогать, платить, поддерживать. Помогать, поддерживать – это разные вещи? Нет, это, ну, это разные вещи, конечно. То есть, можно помогать, а можно поддерживать. Поддерживать в работе, помогать. Да, помогать, иногда возникают проблемы, конечно, мы всегда помогаем сотрудникам, потому что считаем, что люди, которые с нами работают, это наши люди. Ваш актив. Ну, что ж, вот, мне кажется, прекрасный ответ, потому что, на самом деле, в полной мере характеризует вас как руководителя, вас как человека. А, собственно говоря, моей задачей в рамках нашей программы было вас таковым и представить. Мне кажется, у нас неплохо получилось. Юрий, спасибо большое за участие. Это была программа «Разговор по делу». Вел ее я, Андрей Усянко, у меня в гостях был Юрий Тырыкин, компания «Страна карт». Спасибо и удачи с такими принципами. Дальше идите с ними по жизни. Спасибо большое. Разговор по делу.